Проверять знания так с музыкой. Открытие городского этапа Всероссийской Олимпиады школьников началось с торжественной линейки. Первое испытание – общество знания. Свои силы в школьной дисциплине покажут более 60 учащихся. Нужно выполнять задания ручкой, не простым карандашом, а ручкой. Не пользоваться, например, книгами, телефонами, естественно. Если ребенок во время Олимпиады у ребенка зазвонил телефон или общественный наблюдатель заметил какие-либо нарушения, то ребенок удаляется с Олимпиады и больше не продолжает выполнение заданий. Но те, кто пришел на Олимпиаду, списывать и не собирались, ведь это своего рода добровольный экзамен. И сдают его исключительно амбициозные школьники, чтобы доказать в первую очередь что-то себе, а не окружающим. Я участвовала в прошлом году и прошла в призеры по городскому этапу. Таким образом, я попала в этом году сюда, не проходя школьный этап. Но, тем не менее, я готовилась и надеюсь, что в этом году не подойду своего учителя и тоже займу какое-нибудь место. Всего в бланке с тестами 11 заданий. Для его написания давалось определенное время. Для семиклассников – полтора часа, для девятых и одиннадцатых классов – два часа тридцать минут. Но участники Олимпиады отмечают, что сдавать общество знания в виде тестов непросто. Это же общество, это же связь, общение человека с человеком в первую очередь, а на бумаге ты не передашь себе свои мысли. То есть зря сделали в виде теста, да, Олимпиаду? Да, конечно, было бы, если бы человек с человеком, ну, ученик с преподавателем, было бы намного лучше, как я считаю. Ты можешь так своими словами выразиться, а в тестах не всегда знаешь правильный ответ и не знаешь, как его именно преподнести. А преподаватель может тебя понять, твою суть. Следующая Олимпиада состоится 14 ноября по математике, а на выходных губкинские школьники покажут свои силы в Олимпиадах по физической культуре и праву. Дмитрий Самоленко, Олег Короткевич, Новости Губкинского.